Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! У нас в эфире передача «Исторический факт». 77 лет назад, в этот день, день, когда голос Левитана объявил о долгожданной победе, люди выбегали на улицу, радостные, счастливые, плакали и смеялись, смеялись и плакали. Совершенно незнакомые люди бежали навстречу друг к другу, обнимались, целовались, поздравлялись с победой. Этот день навсегда останется в памяти нашего поколения. И этот день, день победы, только ветеран может понять, что такое и с каким трудом мы эту победу заслужили. Поэтому мы посвящаем нашу эту передачу именно к этому Дню Победы. И для того, чтобы освящать нас некоторым историческим событием этих горьких дней, мы пригласили в гости доктора исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии, Мирзабек Яхеевич. Так, вы отметили, что люди радостно встречали, танцевали, прыгали, ну и горькие слезы, они лили. Значит, для этого были довольно веские основания. Какой ценой была достигнута победа в этой событии? Событие, которое знаменовало разгром фашистской Германии, коричневой чумы 20 века. Наша страна на алтарь победы поставила 26,5 миллионов человеческих жизней. Это было количество небольшого по меркам истории государства. Это была огромная потеря. Ну и кроме того, наша страна достигла поставленной цели. Она одержала блестящую победу. Эта победа явилась событием мирового значения. И разгром фашизма, событие, которое должно остаться не только в памяти ветеранов, которых с каждым годом, с каждым, сказать, месяцем становится все меньше, но и в памяти будущих поколений. Это событие внесло коренной перелом судьбы мирового человечества. События Великой Отечественной войны в разгром фашизма внесли огромный вклад все народы нашей страны, в том числе и дагестанские народы. В Дагестане по переписи население 1939 года проживало 1,23 млн человек. Наши же народы отдали в ряды защитников около 190 тысяч воинов. Из них половина не вернулись с полей сражений. Это победа, одержанная нашими воинами. И надо сказать, что в рядах Советской армии к концу Великой Отечественной войны сражалось 11,5 млн человек. В Дагестане 58 дагестанцев было присвоено звание Героя Советского Союза, а в последующем и Героя России. 7 человек стали полными кавалерами Ордена Солдатской Славы. Это для маленькой республики в масштабах страны была огромная цифра. Ну и огромный вклад в победу внесли и труженики тыла. С первых же дней войны десятки и тысячи дагестанцев подавали заявления о том, чтобы их добровольно отправили на фронт. В первые месяцы войны было подано 3,5 тысячи заявлений об отправке их фронта. В Дагестане началось формирование воинских частей, в том числе 44-й и 58-й армии. В Дагестане была сформирована 91-я стрелковая дивизия, которая в последующем стала называться Мелитопольская. Махачкалинская стрелковая дивизия НКВД, 744-й зенитно-артиллерийский полк, в котором сражалось 800 девушек в Дагестанах. В последующем, в 1942 году, был сформирован добровольческий кавалерийский эскадрон под командованием Героя Гражданской войны Карахараева. А в последующем и Кизлярский кавалерийский эскадрон. Перевод дагестанской экономики на военный лад начался с первых же дней Великой Отечественной войны. И промышленное производство было переведено на выпуск военной продукции к концу 41-го, начало 42-го года. Ну а в последующем все отрасли народного хозяйства Дагестана работали на первоочередное удовлетворение запросу и потребностей фронта. Дагестанцы отправляли, отрывая от себя, все, что запрашивало командование. Продукты питания, вооружение. В Дагестане был налажен выпуск мини-метов, боеприпасов различных, гранат. Ну и целый ряд других. В Дагестане была развернута целая сеть эваку-госпиталей, которых проходили лечения воины, получившие ранения на фронтах Великой Отечественной войны. Всего в строй было возвращено примерно 75% раненых. Это была очень большая цифра. В числе вот этих воинов, которые возвращались на фронт, было немало и дагестанцев этнических. И вот на фронтах Великой Отечественной войны дагестанцы показывали образцы мужества. Вот Аметхан Султан, дважды герой Советского Союза, лётчик. Он лично сбил 30 самолётов и в групповых боях 19. Ситковский, лётчик тоже, сбил 31 самолёт. Впервые в практике мирового военно-морского флота Магомед Гаджиев принял надводный бой. Командир подводной лодки. Это было вообще невиданное событие. Но и другие наши прославленные воины показывали образцы мужества. В частности тех, которые водрузили знамя победы, был Абдул-Хаким Исмаилов. Это уже широко известное событие. Я вот обучаюсь, я закончил Ростовский университет. В 1974 году, проходя педагогическую практику, нас, шефы школы, которые мы проходили практику, отправили, они ежегодно отправляли учеников этой школы экскурсии на Мамаев курган. Когда мы приехали туда, я даже вот грешным делом подумал, а что там может быть такого, что вот так прославляют. Все ближайшие территории были захламлены мусором. Но когда вот мы начали подниматься по этому Мамаев кургану из одного комплекса к другому, и когда мы закончили эту экскурсию, я был просто потрясен. Какое громадное патриотическое впечатление вот этот ансамбль Мамаев курган оказывает на экскурсантов. И в числе воинов, которые воевали на Мамаев кургане, был хан Паша Нурадилов, который лично из своего пулемета убил 920 немецких солдат и офицеров. И вот такие прославленные воины на этом Мамаев кургане, их в отдельные могилы захоронили. И вот есть могила отдельная, хан Паши Нурадилова тоже. На Мамаев кургане погибло 11 с лишним тысяч воинов. Экскурсовод нам рассказывал, что первые годы после войны там трава не росла. От количества металла и перемешанного человеческой кровью. И когда мы по берегу Волгу проходили, экскурсовод сказал, я просто, я же говорю, я много литературы, будучи студентом, тоже посвященный войне, читал. Но когда воочию я увидел, я был поражен. Между немецкими окопами и нашими 200 метров. А на берегу Волги, которая находилась в низине, наши окопы, немцы повыше. Если какой-нибудь наш солдат высовывал голову, естественно, он получал пулю. Вот в этих невероятно тяжелых условиях наши войска одержали блестящую победу. И во всех этих сражениях, я еще раз подчеркиваю, участвовали наши дагестанцы. Ну, дагестанцы участвовали и в партизанском движении на территории Украины, Белоруссии, в движении сопротивления. Вот мой родной дядя участвовал в партизанском движении Белоруссии с 1941 года и до 1944 года. Он был пограничником, попал в окружение, потом, значит, плен раненый. Из плена он убежал и присоединился к партизанскому отряду. К крупному соединению имени Ворошилова под командованием генерал-майора, поседующим Комарова. Он был командиром взвода разведчиков. Был награжден рядом орденов и медалей. После военных годов первый он, командир даже оставил ее, с ним работать там. Движение сопротивления. Вот в Италии участвовал Гасан Гусейн Камалов. Он сражался в отряде, который назывался Тарзан, и в городе Бреша. Он и его соратники погибли. Но они смогли, так сказать, сдержать немецкое наступление. И за этот подвиг он был награжден высшим орденом итальянского правительства, орденом, золотой медалью. Он считается, на самом деле является национальным героем Италии. Таких примеров очень много. Вот в Греции сражался, опять-таки скажу, мой односельчанин Абдурашид Нукеров. В прошлом году, когда я во время отпуска в селении отдыхал, подошел ее сын. Он начал со мной консультироваться. Оказывается, отец ему рассказывал, что он там был женат, и у него дочка родилась. Он хотел найти сестру родную. Я говорю, поеду туда-сюда, помоги мне написать письмо греческое посольство. Ну, я им помог, я, правда, не спрашивал, не интересовался, как ее поиски закончились. Таких примеров очень много. И вот Дагестан, я еще раз говорю, внес весомый клад в общую победу народов страны. И надо сказать, что эта память священная, она не должна забываться. Правда, последние десятилетия, особенно вот в конце 80-х, в начале 90-х годов, даже понятие патриотизма стало нарицательным. Многие говорили, что Сталин, Гитлер одинаковый, повинный в развязывании Второй мировой войны, что Сталин, значит, уничтожил цвет Красной армии, что он, значит, повинен в неудачах и так далее. Конечно, его вину во всем этом нельзя снимать, но он верховный главнокомандующий. А мы знаем, что без роли, без вклада верховного главнокомандующего, вопреки нему, война не выигрывается. И я должен сказать, вот, я выступая в предыдущих передачах, посвященных Дню Победы, когда отмечал, что роль Сталина до сих пор не оценена подобающим образом. И вот в преддверии 70-х годовщины опять надо отметить, что говорят о роли Жукова, других, так сказать, военно-начальников. Но верховным-то главнокомандующим был Иосиф Виссарионович Сталин, но надо и отметить его заслуги. И вот, когда вот в 1939 году был подписан советско-германский пакт о ненападении, вот обвиняли, вот Сталин, видите, договорился с Гитлером и так далее. А это был гениальный ход с его стороны. Если мы не заключили бы пакт о ненападении, западные, так сказать, демократии, Франция, Англия, подталкивали Германию напасть на Советский Союз. И если бы, значит, Сталин отказался бы от предложенного Германии заключения пакта о ненападении сроком на 10 лет, то руки Германии были бы развязаны. Заключив этот договор, мы выиграли два года, оттянули начало войны. Это тоже имело колоссальное значение. Так что здесь надо сказать, что эта победа имеет неприходящее значение. Она имеет колоссальное значение. Но еще раз подчеркиваю, что молодежь, воспитание патриотическим в последний период, вот с конца 80-х годов, 90-х годов, уделялось крайне недостаточной внимания. Но с приходом, так сказать, к власти Владимира Владимировича Путина ситуация переменилась. Но теперь этому уделяет внимание. Вот я вам должен сказать, покажу вам вот это издание. Значит, я и еще два автора участвовали в написании этого работы. «Несломленный народ. От общей победы к общей исторической памяти». Работа посвященная, она написана коллективам историков Российской Федерации, Казахстана. Она посвящена событиям Великой Отечественной войны, участию наших народов в разгроме Гитлеровской Германии. Здесь многие аспекты затронуты. И на презентации академик Чубарян сказал, что этот труд имеет огромное значение в патриотическом воспитании по настоящее поколение, активизации, внимания к разработке проблем Великой Отечественной войны. Я же говорю, я прочел эту работу, мы и на презентации выступали. Она имеет огромное значение. много фактического материала, нового и так далее. Новые взгляды, новые оценки. И бесспорно, эта работа показывает, что решающий вклад в разгром гитлеровского фашизма внесли в Советский Союз народы нашей страны. Это бесспорный факт. Огромную работу вы сделали, да. Как я знаю, у нас не так уж много специалистов, которые интересуются и которые написали научные труды именно в период Великой Отечественной войны. И, конечно же, это большой труд, большой вклад. Спасибо вам за это. Это, если что-то другие, вот искажение истории. Среди некоторой молодежи у них практически нету представления, это что было, что за война. И как люди того времени, они страдали и голодом, и войной. Как и впереди сказали, только вот ветераны, вот люди, которые видели этот период, только они могут понимать, насколько она была трудная и тяжелая. И вот я бы хотел от вас услышать, Мирзабей Кихаевич, вот некоторые фрагменты, которые могли бы извлечь урок из этого наш молодежи, наш подрастающий поколение. Хорошо, что вы мне напомнили. Я даже хотел об этом сказать, чуть не забыл. Вот историческая память, патриотическое воспитание. Это вещь ни одного дня, ни одного года. Она должна вестись систематически. И рядом сотрудников нашего института подготовлено учебные пособия по истории Дагестана, охватывающие весь период, начиная с древности до сегодняшних дней. Автором учебного пособия для 10-11 классов являемся я и Леонид Лаганевна Каймаразова. И вот этот период как раз посвящен и событиям Великой Отечественной войны. Мы постарались привлечь имеющуюся литературу, значит, фактический материал, и по-новому оценить, показать подрастающим поколениям, что ни Соединённые Штаты Америки, ни Великобритания, ни другие наши союзники по антигейстеровской коалиции, а советский народ, в том числе и дагестанские народы, внесли весомый клад в победу, в разгром фашизма. И вот в этом контексте это учебное пособие имеет огромное значение для патриотического воспитания. Для сравнения я вам скажу, значит, вот я в 2007 или 2008 году специально поехал отдыхать в Западную Украину. Есть город, небольшой городок Трусковец. Там замечательные воды для лечения, значит, различных болезней, почек, пищевода и так далее. И вот когда я прибыл в этот городок, я просто был поражён. Вот Бандеровцы, Бандера, его соратники, для них поставлены памятники и всё время живые цветы. Вот эта работа по воссозданию, возрождению украинского национализма велась у них систематически целенаправленно. Я был поражён, даже я скажу, не скрывая. К чему это привело? Мы сегодня, как говорится, пожидаем плоды. Но вот эта работа, которая была развернута в нашей стране с приходом к власти Владимира Владимировича Путина, ну и наше дагестанское теперешнее руководство ведут большие патриотические работы. И не случайно вот наши герои, которые там, вот Гаджи Магомедов, Нурмагомед, другие воины, ну он первый получил звание Героя России, другие были награждены орденами, медалями. Это показывает, что патриотическая работа, которая ведётся в нашей республике, она даёт осязаемые результаты. И вот эта работа должна вестись систематически. Я должен сказать вот по телевидению, даже сейчас низкопробные американские боевички и прочие о патриотическом фильмах просто последние годы начали уделять время. И многие представители молодёжи не понимают смысл. Надо вести эту воспитательную работу целенаправленно. И только тогда мы сможем сказать, что мы свой долг выполнили. Мирзовик Яковлевич, вот вы сказали это, да, и в Украине, и в других местах были такие люди, которые перешли на сторону врага и как-то работали на них. И вот с чем они руководствовались? Что их подталкивало на такие действия? Вообще национализм это такая вещь, которую однозначно, я думаю, невозможно оценить. Вот Западная Украина, которым украинский национализм пустил наиболее глубокие корни, входил в состав Австро-Венгерской империи. У них вот, я когда мы на экскурсии ездили, разные города и так далее, поражался. Находясь под Австро-Венгерским игом, вроде они должны были бы ненавидеть австрийцев, немцев, там других, венгров. Нет, у них к ним более лояльное отношение и такая патологическая ненависть ко всему русскому. Значит, здесь вот эта работа, смотрите, она, когда велась борьба против националистических банд, к концу 50-х годов многих их посадили в тюрьмы и сразу же объявили амнистию. И, конечно же, надо было не выпускать их. И потом вот они развернули полномасштабную агитационную работу. Даже вот нас, когда мы были экскурсией во Львове, нас повели в подвалы. Здесь, мол, повстанцы прятались, а теперь, мол, это такое место, значит, здесь вот ресторан, кафе, прочее, прочее. Значит, вот это у них. Ну и, должен сказать, многие бывшие руководители украинской, так сказать, республиканской партийной организации, коммунистической, были поражены ядом национализма, в части которых и первый секретарь украинской компартии Кучба. Тоже. К сожалению, я же говорю, вот эту работу, мне кажется, надо было нам тот период вести более активно, наступательно. Ну, где-то какие-то моменты, наверное, были упущены. Если этого не было бы, эти события сейчас так не раскручивались бы. Вот у нас есть, мы все знаем, с 43-го года многие дагестанцы, опять-таки, отправились на фронт добровольно. Среди этих добровольцев был, кстати, мой отец тоже. В 17-летнем возрасте он отправился на фронт добровольцем и участвовал в освобождении города Смоленска. Он, как он рассказывал, это были ужасные такие дни. Это как будто ад на этой земле. И в дальнейшем, когда вот сидели и смотрели фильмы про войну, он часто у него, он прослезывался и вспоминал вот эти. И вот у них, на самом деле, когда приближался 9 мая, когда приближался 22 июня, у них такое состояние изменилось, они и печалились, и они вспоминали тех своих товарищей, которые остались на этом фронте. Когда он отправлялся в фронт, с нашего усиления с ним было 17 человек, ни один из них не вернулся. Он один вернулся живым. И вот хотел бы услышать немного про этих добровольцев. Если я не ошибаюсь, около 17-18 тысяч было только в 43-м году. это чем было вызвано? Нет, вот смотрите, добровольцы были с самого начала войны. Это, значит, обращение военкомата, соответствующую структуру, чтобы их отправили на фронт воевать. В 42-м году, когда немецкие войска приближались к Кавказу, и стояла угроза оккупации, дагестанское руководство, тогда первым секретарем обкома был дедушка теперешнего президента Азербайджана Ильхам Алиева, Маммед Касир Алиев. Он, как рассказывают люди, которые близко его знали, был очень мудрый человек. И он бросил, так сказать, клич создания в Дагестане добровольческого кавалерийского эскадрона. И вот этот клич был подхвачен. Многие дагестанцы подавали заявление, вступали, и этот кавалерийский эскадрон был сформирован. Я говорил в предыдущем разговоре, что командовал вначале Каракараев. Потом его заменили другие. И вот и в другие соединения добровольцы вступали. Естественно, это в какой-то степени видимо способствовало, что в отличие от чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, дагестанские народы не были высланы. Они не были депортированы. Сталин, конечно, был информирован об этих патриотических, так сказать, призывах в Дагестане. Ну и должен сказать, что дагестанские народы всегда любили свою родину и готовы были отстаивать свой родной очаг. Вот в 1942 году на Северном Кавказе прошли целый ряд антифашистских митингов. Антифашистский митинг народов Северного Кавказа, антифашистский митинг народов Дагестана, антифашистский митинг молодежи северокавказских народов и так далее. Видимо, и эти митинги сыграли большую роль в развертывании патриотической работы и в том, что патриотическая идея все глубже проникала в массы народа. Гамзат Садаса выступил с призывом, обращением встать на защиту родных очагов. Конечно, такие авторитетные мероприятия, авторитетные люди, когда выступали, тоже оказывало влияние. Но мы знаем, что дагестанцы, я еще раз подчеркиваю, всегда гордые независимые народы. И вот в этой книге даже описывается, как коллаборционизм разворачивался среди северокавказских иммигрантских кругов. Немцы, стремясь перетянуть их на свою сторону, обещали предоставить автономию и так далее. Конечно, они никакой автономии не собирались. Это просто они хотели поймать наши народы на крючок, завлечь на их стороны, использовать как пушечное мясо. в подавляющей массе наши народы остались верны советскому строю, советской отчизне и так далее. Они с оружием в руках сражались. Ваши пожелания нашим зрителям? Мое пожелание всегда таково. Я иногда так критикую наших журналистов тоже. Вот эту работу вести патриотическую не к этим торжественным датам 9 мая, а постоянно, систематически. Я вот даже очень часто говорю своим внукам даже. Я говорю, ну надо смотреть такие фильмы. Я много раз смотрел белорусские наши товарищи поставили последний бронепоезд. Такой патриотический фильм. Это просто вот я считаю, что это один из самых лучших кинолент последнего времени. И поменьше вот этих низкопробных американских боевичков. и патриотическую работу вести регулярно, систематически, настойчиво, чтобы, так сказать, она проникала в души каждого подрастающего нашего, так сказать, поколения представителя. И надо вот эти учебные пособия для республики это не такие большие суммы издать. Они тоже сыграют свою, внесут свою лепту патриотического воспитания. И не надо вот на эти цели жалеть денег. Спортивные школы, спортивные соревнования, все это замечательно, все это хорошо. Но я считаю, что в первую очередь мы должны быть патриотами, любить свою землю, свою родину. А это, конечно же, задача долговременная. Надо, как говорится, бить в одну точку, и тогда результат будет налицо. Вам большое спасибо за столь полезную информацию. На самом деле было очень интересно. Надеюсь, это наша не последняя встреча. Мы еще встретимся на нашем студии. И вот 9 мая это праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни 45-го. Пусть мир будет крепким, отношения между странами добрососедскими, а между людьми царит взаимное понимание. Пусть наши дети узнают об ужасах войны лишь по эстетным временам хроники. И вот, уважаемые друзья, если 9 мая вы встретите где-то ветерана, скажите ему спасибо. Спасибо за победу, за отвагу, за мужество и за смелость. Конечно, это хорошее пожелание. Я рад, что вы меня пригласили в студию, еще раз выступить. И я надеюсь, что ваши пожелания, мои пожелания со временем сбудутся. Иншаллах.